всем привет вы на канале mergeo life и так как я человек безработный и сейчас занимаюсь безделием точнее страдаю от него решила я покататься по городу но покататься естественно не одна одна мне скучно на маршрутках кататься на пазиках поэтому со мной вместе катается газелист всем привет у нас сегодня будут будни не дальнобойщицы а будни газелисты который начинается у нас замены колодок с утра на технике безопасности обязательно ставим откаты нижнем уже весна пришла снег тает фактически оставил везде лужи вот такой рабочий агрегат сейчас давай рассказывай что ты делаешь срываю болты потому что ручника здесь нету для блондинки болты надо сорвать пока машина стоит на земле самое интересное что здесь есть пневма но пневма для мажоров но это не для нас мне он говорят что я должна пневма собой возить неплохой вариант нас где у него пошло работяга у нас зовут евгений он сейчас занимается тем что там кратит автомобиль задней колодки еще ни разу не ставил не снимал поэтому понять не имею как все пойдет сейчас главное чтобы ничего не укатилась не потерялась ну я тебе так скажу ничего такого нет эритичного кстати да свой шикарный набор ключиков оставил дома придется пользоваться чем есть то ли 13 разбитый то ли здесь 12 а 13 все таки да 13 да но видимо сорву я этим наверное ничего он как легко пошло не пошло прокручивает кстати говоря все поняли что машинка не газель вовсе это бежо боксер он же практически фиат бургата кстати говоря машинка довольно таки надежная если начнет ломаться если начнет ломаться то все не плохо но это все уже конечно это конец колодков это конечно финиш крючок полный сейчас еще скажет за лишнюю сторону крючок ну все правильно так кручешь пыль следующий комментарий будет что порваны пыльники обязательно теперь самое интересное вот эти колодки не ровно они у тебя достачиваются на этом пыжу езжу не слази прям вот сильно так уже чуть больше года с февраля месяца я в задние колеса не лазил так что я считаю нормальным но фирма не реклама потому что фирма не хорошая не у нас все сейчас без рекламы в последнее время оп да а монтажки то нет? да есть ладно по хорошему по хорошему в нашей работе не бывает бывает только по плохому но фишка такая хиберотверточка есть ха-ха-ха ха-ха-ха и и с и и и и и и и и дырочка за твердка здесь прям для меня нравится так действовать пожалуй все бывает с этим сложности и она не могла этот суппорт так как правильно подгнуть к этому правильно сказать развести наоборот развести свести блин чуть-чуть еще надо еще немного немного немножко да? угу вот так цеплюсь кстати да эти диски я даже не тресну где-нибудь смотреть нет нет диск еще нормальный ну он конечно уже ну да он под замену но еще поедет а вот с той стороны я тут на днях гвоздик чинил там плохо с той стороны здесь гораздо позже выглядит ну кстати так и страшно кстати чиниться довольно быстро прикольно о видишь какие скрываются подробности ну не спускай то ладно пока оставим блин шипов уже нету скажет прямо классический газелист да второй сессор докатывает шипов уже нету так что маршал не брать кстати это не индивидичный опыт это у нас сегодня у нас ролик анти реклама анти реклама а то вы мне все пишите что я тут рекламирую да колодки плохие да резина плохая в общем сегодня машина тоже не очень ролик анти реклама всего что только можно да начало гаечки наживляем чуть-чуть поджимаем чтобы колесо центровалось конусами потом можно чуть побольше поднаживить потом будем опускать колесоёж затягивать конкретно ну не проскочила в непротянутом бонусе и теперь можно дотягивать слушай, какой хороший ключик такой же ключик удобно да ну а теперь все то же самое с другой стороны повторяю я помню раньше мою бытность от колодок пахло кошачьей мочой ну что кстати ничего не изменилось ничего не поменялось пахнет кошачьей стикой какой-то да у нас есть был точнее вид чусти из Шарля который определял качество колодок по запаху а если стикой кошачьей пахнет это хорошее считается? вам теперь нам виднее хорошо, затянул блин, что на наверное трубу придется тебе да понимаешь я его 3 дня назад целым затягивал вот кресло иди за трубочкой я затягивал без трубы это все дело ну кстати это спереди на колодке сточились прям идеально ровно все четыре прям одновременно ну это значит что суппорт у тебя нигде не подклинивает так мы в 3 раз сделали уже это суппорт ну видишь а что ты хочешь ничего да ничего так все страшно ну как все плохо но тоже неравномерно стер да ну хотя этот более равномерно чем на том нет ну если учесть что речь не знаю ага если учесть что я на этом проезде больше года еще не верю сколько до этого было проезжено то есть я не стрелил за машиной хоть она была под боком то в принципе и так все плохо с суппортами имею ввиду наверно наверно максимум в ремкомплекте не полный ремкомплекте не полный ремкомплекте перезамена следующим комментарием будет не суй башку под машину в домкратии в домкратии абсолютно верно на самом деле но тот кто не рискует тот не пьет шампанского ну согласен кто-то сует башку в подарку ну да еще чуть-чуть ну все мероприятие минут 20 наверное заняло по времени ну да совсем плохо управился не было никаких подводных камней бывает что есть они даже такой простой манипуляции как замена колодок но обычно они связаны с тем что суппорт не хочет суппорт да не уходит поршень не уходит поршень суппорта и с этим придется немножко повозиться здесь все прошло гладко осталось только убрать инструмент выбросить старые колодки и все ну наконец-то можно приступить к работе дали нам погрузку едем на рампу в отличие от больших грузовых дали на бойщиков грузимся конечно всякой рампы просто сворот у нас сегодня мини дальнобой мини дальнобой по городу даже без области у нас будут несколько так понимаю точек выгрузок 9 штук 9 штук точек у тебя здесь все уже так по-взрослому рация стоит тахографа только не хватает на них не требует тахографа на такие маленькие газетки но скоро случится мне кажется конечно покрышки грузится покрышки колеса у нас грузится елочкой в принципе можно когда немножко можно истопочками но елочки они крепятся надежнее не болтаются по кузову и гораздо больше влезает ты их закрепляешь так-то? нет я далеко не езжу если еду куда-нибудь подальше как правило набиваются полные фургоны они никуда не деваются абсолютно ну самые дальние рейсы у тебя на Peugeot Саранск Владимир ну и плюс по окрестностям там Вексы, Муром и Кулебаки ну в пределах 500 км нет все все это нагрузка окончена включать угол я снимаю поехали на разводку первая точка до нее сколько нам примерно ехать? первые точки нам ехать минут 10 не больше наверное минут 10 тут между всеми точками вряд ли больше 10 минут будет все рядом? все рядом город маленький, компактный почти деревня все друг друга знают? да и только полтора миллиона населения Женя, расскажи почему ты решил стать водителем? с чего у тебя это все началось? это болезнь наша почему решил? какого-то такого одного особого решения не было как-то все так шло к этому не знаю 18 лет получил права сразу пошел в армию в армии два года отрулил нога 66 без тормозов нормально вот потом пришел а потом пришел я в милицию устроился два года отрулил в милиции на УАЗике за рулем тоже водителем ну не было какого-то момента что я решил все буду за рулем ездить просто мне это нравится просто кайфую за рулем потом 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 опять таки купил своего каблучка работал тоже на развозе потом потом работал на грузовике Hyundai 78 потом на ГАЗике еще пару лет поработал и как-то пришел больше потом ушел в продажу а потом у нас случилась небольшая организация и ну волею там некоторых судеб получилось так что эта машина сейчас полностью только за мне и за мной я сейчас работаю сам на себя по договору с этой организацией то есть машина не моя не в моей собственности но с перспективой с такой ну то есть мы можем сказать и тебе что как волка не корми а он все равно в лес просится все равно водителям хочется это уже призвание и никуда от этого не деться и уже это заболевание можно сказать да наверное такое заболевание и плюс к тому что да там профессия не самая прибыльная да там считают что это прям чуть ли не самый низ нищий нищий как мне пишут это дно да это дно что на газели по городу ездить я считаю что если на хлеб с маслом хватает и работа приносит удовольствие то она хорошая ну то есть ты можешь сказать что тебе эта работа доставляет удовольствие однозначно однозначно сейчас будет первая точка крутая точка крутая точка да мы чудесным образом телепортировались на реке этого через полгорода через полгорода да волшебным образом по щелочку пальцев и сейчас здесь вторая точка здесь вторая точка выгрузки там стоит импозантный мужчина который мне дает пропуски за 10 рублей и за сколько он дает за 10 за 10 рублей на выгрузку тогда не знаю что выгружать принесет документы вот это выезжаем в следующую точку маленько опаздываем у нас просили быть до двух ничего страшного переживут это у нас улица электровозная печальная печальная известная своими колдобинами ямами здесь говорят здесь испытывают луноходы на этой улице да болота кратера такие все какое-то игрушечное я разучилась у меня был опыт управления фиат дуката я видимо настолько отвыкла все как это знаешь такое детское какое-то какая детская машинка ну это не американская вольва однозначно у меня легковая автомат и после автомата она садится на легковую можно сказать на легковую на механике как на это на игрушечки игрушечка для детей игрушечка для детей разрешенная максимальная масса 3,5 тонны ну да такая игрушечка для взрослых детей игрушечка так и играемся всеми днями по городу ездим балуемся на третью шметку ага с этими с передачами надо внимательно коробка здесь такая привычки требует вопрос времени эти ступки шестей вот так у нас Екатерина решила попробовать себя в роли вернуться в роли газелистов давно забытые роли давно забытые роли по развозам я да развозила так у меня было около 25 точек в день меня что-то никогда не щадили вот в этом плане я на воде тоже у меня было нифига точек и газели как-то работала потом вот на удлиненной газели у меня по центральной части России я ездила по разным городам тут тоже что-то у меня было очень много на рефл ну то есть у тебя не было такого расслабона как у меня что выезжаешь в 12 приезжаешь в 5 для меня это было приятное удивление приятным бонусом да ну давай что-нибудь еще расскажи из своей жизни газелистке много же всего интересного наверное было что рассказать я развозила рефлейм и два мальчика с пальчика ждали когда я им привезу помадки у меня же там были коробки такие большие и в каждой коробке был заказ ну то есть там может быть помадка а может быть целую кучу помадок ну то что человек не заказывал то его и грубо говоря и везла каждый заказ в отдельной коробке так кажется заказ отдельной коробки была тяжелая пора когда мы возили каталоги и когда каталоги там по 5 штук было в коробке и этот каталог так довольно много весело в каждой точке могло быть по 300 таких коробок по 400 по разному и значит я выгружалась ниже в Новгород и в одну точку мне надо было порядка 200 коробок ну за раз и все это дело поднять на 3 этаж я возила ездила с грузовой тележкой все это дело по 15 там по 16 коробок мы выгружала в грузовую тележку и везла уже непосредственно от машины клиенту и машину я не смогла поставить рядом потому что там занято было я поставила где-то метров 100 наверное 100 от здания и наверное мне надо было сделать не знаю ну много в общем кодек и отвезти этот товар весь до точки я туда зашла там сидела два мальчика они в каталоге выбирали помады и ждали когда им помада приедет в какой коробке будет их помада и в общем они мне не помогали мне не жаль мне не чего думаю если вы хотите я конечно не просила никакой помощи если бы хотели бы быстрее так хотя бы наверное помогли бы они ждали когда у них помадка будет вот я уже наверное к концу к концу моих фоток уже была просто вся взмокшая дело было конец ноября это было ужасно они так и подгадали в какой же коробочке будет их помадка то есть два мальчика ждали пока девочка принесет им разгрузит им газель да шестиметровую с их помадками вот такая вот история ну таких историй на самом деле у каждого наверное газелиста очень много тут газелист у него у водителя нафига таких вот веселых историй в кавычках у меня такого что прям такого трэш-трэш что особо так вписалась в память такого нет у меня наверное это и хорошо наверное хорошо да ну что я думаю что мы на этой ноте прощаемся ну наверно да ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока удачи вам на дорогах